Доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро! Шалом из Иерусалима! Шалом из Иерусалима, святого города! И мы продолжаем изучать Хитас. Хитас — это Хумаш, Тейлим, Тания. Это три книги, которые советовал изучать предыдущий Любавич Стеребе. И в этих книгах, в принципе, это три очень важных книги, которые дают нам Хумаш. Это письменная Тора, это, можно сказать, основа Торы, ее ядро. Письменная Тора — это пятикнижие, то, что Машей Рабейну получил на горе Синай. И Тейлим — это 150 псалмов, которые царь Давид, это его молитва, это его разговор с Богом. Он составил эту книгу, и это тоже письменная Тора, и в нем выражен царь Давид, который от него пойдет в Машеах, то есть это его сущность, в его словах, в его мыслях, в его разговоре с Богом выражена его сущность. И повторяя эти псалмы, мы соединяемся мыслью с царем Давидом, а он был соединен со Всевышним, и это дает как раз то, ради чего мы изучаем Тору, соединение со Всевышним. И Таня, Таня — это книга, в которой Альтер Рэбе, это первые Рэбы Любавичи, Хаббатские Рэбы, он выразил внутреннюю сущность Торы, то есть суть Торы, вот это вся, то, как это все работает в высших мирах, как это работает в духовном мире, это все об этом говорит Таня. И изучая вот эти хитос, то очень сильно, очень сильно напитываешься вот тем божественным светом, который передается через Тору. То есть Таня как раз и объясняет вот в сегодняшнем отрывке, что Тора — это очень вот этот бесконечный свет Всевышнего, который Эйнсов, да, это наверху называется, бесконечный свет, облаченный в слова Торы, он входит в душу, да, то есть это как бы божественный свет, который входит в душу. И там объясняется через 10 сферот, я особо в Таню не хочу, чтобы мы вдавались на уроки, чуть-чуть буквально, чтобы мы понимали, что Тора — это не просто слова, а Тора — это божественный свет, облаченный в очень высоком мире, бесконечный свет, потом через такие буквы, вот эти 22 буквы Торы, это как фильтры такие, и этот свет, он превращается в какие-то структурированные более энергетические сгустки, которые потом превращаются в этот материальный мир через большую систему миров, идут миры, миры, миры духовные и 10 сферот, и в каждом мире есть эти 10 сферот, и они как-то каскадом, они пересоединяются друг с другом, и в итоге — бах! — материальный мир. А в этом материальном мире у нас есть заповеди, которые мы делаем в материальном мире, и делая эти заповеди, мы влияем на вот эту всю систему духовных миров. Это очень такая понятная вещь. И сегодня мы находимся 9 число месяца Тишрей, канун Йом-Кипура. Вечером наступает невероятно важный день в духовной структуре мироздания. Это день, Йом-Кипур, день искупления, дословно это переводится, день, когда Всевышний прощает грехи, обнуляет все грехи тем, кто этого хочет. Потому что если человек этого не хочет, так ему не обнуляется. Это как апелляция в суде, например. Кто-то получил какой-то приговор, и он говорит, я не согласен, я хочу апелляцию. И он доказывает, старается объяснить, что на самом деле он хороший, что это ошибка какая-то, что он случайно убил. И он не хотел особо даже и деньги брать после этого, но так получилось, что он деньги взял, убил и деньги взял. И что, в принципе, он и готовился к преступлению, но это не он как бы, это случайно получилось. Это я взял пример такой, ну в шутку, конечно, да. Но как происходит в суде? В суде человек, который действительно искренне раскаялся, да, он ищет, ищет он какие-то возможности изменить приговор, изменить приговор, и он готов на все для того, чтобы изменить приговор. И вот Йом-Кипур, это как раз завершение этого периода, 10 дней раскаяния. И вот здесь как раз сегодняшний Мхитас объясняется, объясняется, какая работа, какая работа проводится именно сегодня. До начала Йом-Кипура, Йом-Кипур начинается с заходом солнца, до начала Йом-Кипура идет работа, значит, раскаяния в том, что было. То есть для того, чтобы захотеть перейти в новое, более святое состояние, нужно очень сильно пожалеть о том, что ты сделал, что ты жил неправильно, делал неправильно, делал грехи, не делал заповеди. И ты должен об этом пожалеть. Это вот до захода солнца. С захода солнца, когда все уже не едят, не пьют, и в синагоге молятся Всевышнему, идет то, что называется каббала на будущее. То есть ты принимаешь на будущее Малхут-Шаман, ты говоришь, вот все, начинается новый цикл, я новый, теперь я буду соблюдать заповеди, буду молиться от всего сердца, буду служить тебе. Я то, что ты собираешься делать в будущем. А до Йом-Кипура, до захода солнца, идет раскаяние в прошлом. Понятно, да? Это очень важно. Можно прямо сейчас начать сказать, что я очень сожалею за то, что я делал в прошлом какие-то неправильные вещи, извиняться, вот многие извиняются, принято извиняться перед теми, кого ты обидел, и говорить, что извини, пожалуйста, за то, что я тебя обидел. Я, кстати, извиняюсь, если я вас где-то обидел, кого-то случайно, каким-то словом, каким-то выражением лица, каким-то опозданием, каким-то пропускал я пару уроков, в течение этого года было, или там, может быть, не очень был готов к ним. Значит, вот я за очень за это извиняюсь. И вот в начале, до Йомтипура, извиняюсь, а в самом Йомтипуре я должен Всевышнему сказать, Всевышний, дай мне, пожалуйста, этот год, чтобы у меня было прям много сил и ресурсов для развития Ваикры. Я очень хочу, чтобы в этом году у нас уроки были прям по тысяче человек, чтобы мы собирались в прямом эфире, чтобы дальше все соблюдали, чтобы мы весь год учили хитас, и не просто учили, слушали вот так, а есть внизу должна быть ссылочка, вот будет с Божьей помощью не всегда. Сегодня, видно, нету этой ссылочки почему-то. Ее обычно не я ставлю. Ссылка на скачивание хитас, да, чтобы мы именно серьезно учились, распространяли Тору и так далее. То есть это я прошу уже в Йомтипур, чтобы Всевышний дал мне этот год, и чтобы я делал свою божественную работу в сто раз лучше, чем я делаю сейчас. И тогда понятно, зачем мне Всевышний даст этот хороший год, силы, ресурсы, здоровье с Божьей помощью и так далее. То есть нужно стать проводником вот этого божественного света и чистым проводником, мощным проводником, таким именно войти в резонанс со Всевышним. Вот это то, что мы в Йомтипур просим у Всевышнего. И тогда Всевышний с радостью соглашается, конечно же. Значит, дальше. Дальше сегодня мы кусочек из недельной главы Азину. Значит, мы его буквально проскочим. Хочу сказать про него несколько слов. Сегодняшний отрывок, он очень такой, можно сказать, непозитивный. Потому что в нем рассказывается, начинается он словами, 19-й отрывок 32-го Перека, это предпоследняя глава в Торе, в Пятикнижии. «И увидел Бог, воинац мекас бана вубнатав. И увидел Бог, как они грешат, и отверг из гнева своих сыновей и своих дочерей». То есть начало вообще неоптимистичное. Потому что когда человек начинает грешить, мы вчера читали, и пожернел Ишурун, и начал брыкаться. И именно от хорошей жизни, когда избыток всего, обычно человек в этот момент начинает выступать против Всевышнего. это ужасно. То есть Всевышний ему дал, Всевышний ему помог. А человек, знаете, есть такой простой пример, как жил один такой бомж, вообще сидел он на улице, пьяница, такой вообще у него полностью, жизнь была разрушена у этого бомжа. И вот он сидит такой, и тут идет такой человек в костюме, чистый такой, богатый, собранный такой, все у него организовано очень. И он видит этого бомжа пьяного, и он ему вдруг узнает его, и говорит ему, «О, значит, Мойша, помнишь, мы с тобой учились вместе в первом классе? А что с тобой?» Он говорит, «Да все, жизнь под откос, не знаю, как жить, не знаю, что делать, вот уже докатился до самого дна». И вот этот вот, который собранный, организованный, который у него жизнью, он говорит, «Давай, есть заповедь, помогать, и я тебе дам работу, дам я тебе работу, чтобы ты зарабатывал, чтобы была у тебя жизнь организована». Работа очень простая. «Ты должен приходить вот по этому адресу, брать сумку с деньгами, переносить ее по другому адресу, отдавать ее мне, и, значит, забирай половину денег из этой сумки». Он придумал ему эту схему, он хотел ему просто помочь, но он не хотел ему давать подачку, он хотел ему дать работу, чтобы он чувствовал себя, ну, организованным тоже, организовался. Прошло несколько месяцев, этот его друг, который был бомжом, он уже не бомж, он уже там снял квартиру, потом купил квартиру, жениться успел, и он сидит, сидит он дома, и он сидит такой расстроенный, опять он взял бутылку, опять начал пить расстроенный. И жена ему говорит, «А че ты расстроенный? Посмотри, как все хорошо, красиво, у тебя такая работа хорошая, все». Он говорит, «Вот, говорит, не могу, такая злость меня берет. Вот за что я ему половину отдаю этому? Ну, вот, половину денег. За что я ему отдаю?» То есть он все перевернул, он забыл уже, что это ему все это дали, и он просто себе забирает половину денег. А он злится на то, что он половину ему отдает, тому, кто ему все это помог. Так, в этом суть, когда Всевышний дает человеку все, деньги, здоровье, и, ну, все он ему дает. Человек забывает, кто ему это дал, и он в своей неблагодарности начинает выступать против Всевышнего. И когда он начинает в этом состоянии выступать против Всевышнего, вот Азину, 19-й отрывок 32-го Пэрэка, и увидел Бог, и отверг из гнева своих сыновей и дочерей. И сказал он, «Воемар, астерапа наймаэм». Он сказал, «Закрою я, скрою свое лицо от них, эре махаритам». Посмотрим, что будет с ними. «Кидор таапухот эма», что поколение, поколение таапухот, это то, что переворачивается. Они, «Баним ло эмун бам». Сыновья, в которых нет верности. Так Бог сказал о еврейском народе после того, как перевел их в землю. То есть, это говорит Машер Абейну до того, как они зашли в землю Израиля. Но он, это пророчество, он им предсказывает, он им предсказывает, что будет дальше, что вы зайдете, и будет у вас все хорошо, все будет прекрасно, и вы отвернетесь. Он предупреждает, уже третья глава подряд, он предупреждает, что так будет. Все, дальше мы пропускаем, пропускаем, пропускаем. Но там идут, опять же, страшные, опять предсказания того, что будет для оставивших служение Всевышнему. И получается так, что из поколения в поколение это сбывается. И что? И ничего. Читают, смотрят, закрывают книгу и начинают грешить. Теперь, сегодня как раз, обычно мы пропускаем псалмы царя Давида, но сегодня как раз совпадает вот такой псалом, который говорит о том, тоже продолжает эту тему, которую мы затронули. Вот сейчас давайте этот псалом прочитаем. Это 49-й псалом. Руководителю музыкантов, песнь сынов Короха. Многие псалмы идут от сыновей Короха. Если вы помните, Корох это был двоюродный брат Маши Рабейну, который устроил восстание против Маши Рабейну, потому что ему не хватало почета, он был богат, у него все было, но он хотел больше почета, хотел, и он возмущался, почему Аарон, брат Маши, стал первосвященником, почему Маши Рабейну, он был пророком от Всевышнего и от него шла Тора. И в последний момент, значит, когда земля перед Корохом и его пособниками разверзлась, то его сыновья, они успели сделать шуу, кстати, это интересно, тоже совпадает, они прямо уже на краю этой ямы, они сказали Моше Эммет, Ве Тора То Эммет, они сказали Моше Истина, и Тора Его Истина, и они спаслись. То есть шуа, вот это раскаяние, оно спасает уже на краю, на краю ямы. Вот прямо, у меня в жизни было несколько таких поворотов, когда меня просто, ну вот реально, ни слов не в том направлении, я в какой-то момент, я понимал, что я еду не туда, я оп, делал шуву и меня разворачивало в правильном направлении. Так же было с сыновьями Короха. Значит, и говорит в этом псалме так, царь Давид, слушайте это все народы, говорит он, внимайте этому все жители вселенной. Я читаю перевод на русский, чтобы он уже люди подумали, хотя еще раз повторю, что каждое слово, которое переводится с иврита на русский, теряется глубинная суть этого слова, потому что на иврите слова имеют абсолютно такое корневое значение, оно другое, то есть оно, вот русский язык, он очень классный, тоже красивый, слово богатый, например, да, на русском оно богатый, да, хорошее слово богатый, это как бы, ну слово, а на иврите это, на иврите это ашир, ашир, это пишется слово, ашир, это тот же корень, что, например, маасер, десятая часть, ашир, это так же произносится, как счастливые, то есть, есть такие нюансы, которые видны, только на иврите, например, числовое значение этого слова 580, 580, там есть еще числовые значения, какие-то смыслы и так далее. В общем, давайте я на русском просто прочитаю, тоже есть, но знаете, что мы сейчас на русском воспринимаем, может быть, 50% смысла, а может и меньше, потому что есть же еще намек, который мы можем не понимать, есть шифр, который там есть, есть еще сот, есть тайный смысл, то есть мы воспринимаем от 25% в половину, значит мы воспринимаем, чтобы вы понимали сейчас 12,5% от смысла, который есть в этом салме, но тоже этого достаточно. Слушайте это все народы, говорит царь Давид, внимайте этому все жители вселенной, простые и знатные, богатые, равно как и бедные. Уста мои будут вещать мудрость, мысли сердца моего разумны, это говорит царь Давид, значит вступление такое. «Переклоню я ухо мое к притче, на арфе раскрою загадку мою». То есть он говорит, я сейчас вам дам пример такой, да, это метафора. «Почему боюсь я в дни несчастья?» Задает он вопрос. «Почему боюсь я в дни несчастья? Разве неприступность шагов моих окружает меня?» В этом смысл, что человек боится в момент опасности, он чувствует, что у него есть грех и что Всевышний может его не защитить. То есть, как есть известная история в Талмуде, когда была ядовитая ящерица, которая на дороге убивала людей. И пришли, сказали одному мудрецу. И он пошел вместе с людьми, и он засунул ногу в нору к этому варану. Варан там жил такой. И этот варан его укусил и умер. И он достал этого варана из норы и говорит, смотрите, говорит, не варан убивает, грех убивает. То есть он был безгрешный, и поэтому варан сам умер, его укусил. Так царь Давид задает вопрос. «Почему боюсь я в дни несчастья? Разве неприступность шагов моих окружает меня? Те, кто надеется на силы свои, те, кто хвастается множеством богатства своего, человек никак не искупит брата своего, не даст и сильному выкупа за себя. Слишком дорог выкуп души их, невозможен он вовек. Так что остался бы, кто жить навсегда, не увидев тления, ибо увидит каждый, что мудрые умирают, равно как и невежды, и бессмысленно погибают, оставляя достояние свое другим». Говорит царь Давид, никакие земные достояния, никакие земные мудрости, никакие земные врачи не спасают человека в момент бедствия. Если у него есть грехи, то он может просто уйти вот так. И мы видим сейчас действительно, когда это эпидемия коронавируса, что люди очень богатые, очень влиятельные, даже такие влиятельные люди, как, например, в Харькове был мэр города Кернес. И Кернес, он был супервлиятельный, супербогатый. Его даже после смерти выбрали мэром Харькова, потому что он был после смерти, и он все равно выбрали, были выборы, и он на выборах победил даже после смерти. Так вот, это Харьков. И, значит, Кернес ушел от коронавируса. Андрей Парабелл был лучший там тренер, психолог, прям самый такой столб, фундамент вообще тренерства в постсоветском пространстве. 46 лет умер, да, деньги, ум, ничего не помогло. Провел тренинг и умер. То есть, это то, что говорил царь Давид, что те, кто надеется на силы свои, те, кто хвастается множеством богатства своего, и он говорит, человек никак не искупит брата своего, не даст всесильному выкупа за себя. То есть, если Всевышний, поэтому мы сейчас находимся в Йом-Типур, перед Йом-Типуром, и надо понять, что реально это суд, реально это переходный момент, реально это решение, и к нему нужно подойти очень серьезно. Значит, дальше продолжает царь Давид. Погибают, оставляя достояние свое другим. 12 отрывок. В мыслях у них, что дома их вечны, что жилища их из поколения в поколение, земли они называют именами своими. Но человек в ценностях своих не прибудет в ночи, не прибудет в ночи, животным он уподобится. Этот путь их безумие, а последователи одобряют мнение их всегда. То есть, что бы ни сказал Илон Маск, весь мир говорит вау. Что бы ни сказал Безос, все вау. Последователи одобряют их всегда, словно овец на погибель поведут их, смерть сломит их, и наутро честные господствовать будут над ними. Твердыня их с нее, так что и могила не будет покоем их. То есть, те грешники, которые думают только о материальном мире, о славе и так далее, то и могила не будет покоем для них. Но всесильный душу мою избавит от руки преисподней, говорит царь Давид, ибо он примет меня вовек. Но человек, который честный, духовный, он понимает, что он выходит из этого мира, как из биоскафандра, как из одежды. Он выходит, как он был здесь, так он и там. Он выходит спокойненько, потому что он выполнял заповеди, он служил Всевышнему, он молился. Царь Давиду, у него не было страха уйти из этого мира, потому что он все время был со Всевышним. «Не беспокойся, если богатеет человек, если слава дома его умножается, ибо, умирая, не возьмет он ничего, не последует за ним слава его. При жизни он сам ублажает душу свою, тебя же будут прославлять». То есть, что имеется в виду? Человек, который эгоист, который работает только для своего богатства, для своего тела, для самоудовлетворения, он ничего же с собой не возьмет, и, умирая, он уходит голый. «При жизни он сам ублажает душу свою, тебя же будут прославлять». Ибо ты улучшил путь свой, когда придешь ты к поколению отцов его, которые вовек не увидят света, человек, который в почете, но не разумеет, похож на животных, им он подобен, говорил царь Давид три тысячи лет назад. Представляете, три тысячи лет назад он говорил текст такой, который актуален и сегодня, актуален он в любое время на протяжении всех этих трех тысяч лет. И будет, что интересно, актуален вечно, потому что Тора, она вечная, а все материальное, оно не вечное. И никто сейчас не помнит тех там супер богатых и влиятельных, известных людей, никто не помнит вот этих вот голливудских звезд 50-летней давности, где они все, что у них за жизнь была. Это Мерлин Монро, там вот эти все, да, несчастные люди, которые и при жизни были несчастные, и Майкл Джексон, например, да. Вот эта вот, которая, как ее звали недавно, Уитни Хьюстон, да, которая была, оп, умерла в ванной от передозы наркотиков, так ей плохо было. То есть реально им и здесь плохо, и там плохо. Или вот этот был комик известный, который закончил жизнь самоубийством, который был самый известный комик, Робин Вильямс. Робин Вильямс, который выиграл все награды, которые только можно, которого все смеялись на двойки на комедиями, а ему вообще было не смешно в этой жизни, настолько не смешно, что он закончил жизнь самоубийством, да. И вот это то, что нам говорил царь Давид, что единственная для человека надежная защита, единственная для человека спокойствие, гармония в душе, это когда он присоединился к Всевышнему и когда у него нет грехов. И сегодня как раз мы можем освободиться от грехов, раскаяться в том, что делали в прошлом году, извиниться перед всеми, которые, если мы кого-то обижали, и главное принять для себя решение перейти на передний привод. В следующем году служить Всевышнему, в следующем году изучать Тору, в следующем году делать заповеди, делать добрые дела и стать человеком, который пропускает сквозь себя божественный свет и делает для других, то есть перестать быть эгоистом. Потому что ничего ты отсюда не заберешь, кроме Торы, Добрых дел и заповедей. Все, всем удачи, успехов, желаю Дгмар, Хатимат и Вас, чтобы было завершение, печать была хорошая, чтобы на небе услышали вашу молитву и, значит, в нужный момент записали в хорошую книгу. Хорошо, удачи, успехов, всем хорошего года, завтра у нас пост, урока не будет, понятное дело, это Шаббат Шаббатов. И, значит, после Йом-Типура встречаемся обновленные, чистые, светлые и добрые, мощные, спокойные, потому что человек, у которого нет греха, вот только он и может радоваться. Все, всем удачи, успехов, пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...